Сегодня южный полюс нашей планеты представляет собой практически безжизненную ледяную пустыню. Но во времена динозавров Антарктида располагалась ближе к экватору и была покрыта тропическими джунглями. Так же, как все остальные континенты, она была густо населена представителями самых разных видов животных и растений. Но из-за сурового климата и толстого ледяного покрова, ученым практически ничего не известно об антарктических ящерах мезозоя. В этом выпуске мы постараемся ближе познакомиться с плотоядными животными самого южного и самого неизученного материка планеты. Если вы хотите первыми узнавать о выходе новых роликов об эпохе динозавров и о развитии жизни на Земле, то подписывайтесь на наш канал. Также мы призываем наших подписчиков активней выражать свое мнение в комментариях под роликами и отмечать понравившиеся выпуски лайками. Палеонтологи по-настоящему начали изучать Антарктиду только несколько десятков лет назад. Искать останки древних существ и растений под многометровым слоем льда и снега достаточно сложно. Поэтому к настоящему моменту открыто не так много видов динозавров, населявших этот континент. Но те находки, которые уже сделаны, говорят о достаточно большом многообразии животной и растительной жизни мезозойской Антарктиды. В начале эпохи динозавров этот материк был частью суперконтинента Гондвана. Он состоял из территории всех современных материков южного полушария. К окончанию мелового периода Антарктида уже отделилась от Австралии, Африки и Южной Америки, но располагалась чуть ближе к экватору, чем сейчас. Несмотря на то, что среднегодовая температура составляла плюс 13 градусов Цельсия, последние динозавры существовали в условиях, когда на несколько месяцев наступала полярная ночь. Считается, что и растения, и животные обладали определенными особенностями, которые позволяли жить без света в течение долгого времени. Из-за более холодного климата многие из антарктических динозавров скорее всего были покрыты перьями. Также среди ученых есть мнение, что они могли быть теплокровными. Учитывая наличие полярной ночи, динозавры могли выработать способность к ночному зрению или развить другие навыки, помогающие выживать в столь тяжелых условиях. Не исключено, что кто-то из них мог впадать в спячку, пережидая неблагоприятные времена. Значительную часть мезозоя Антарктида составляла единое целое с другим южным континентом – Австралией, поэтому с большой вероятностью можно утверждать, что на обоих континентах могли водиться одинаковые или родственные друг другу виды динозавров. Например, один из самых известных австралийских хищников – австраловинатор. Его останки найдены в приполярных регионах континента. Более подробно познакомиться с этим видом можно в одном из наших предыдущих роликов, который как раз был посвящен хищным динозаврам Австралии. Наиболее известным хищником Антарктиды, останки которого исследованы и описаны учеными, является креолофазавр. Этот плотоядный терапот проживал в умеренных лесах, которые покрывали материк в самый разгар юрского периода. Было это примерно 194-198 миллионов лет назад. Хорошо сохранившийся скелет этого ящера найден в горной породе на высоте 4000 метров над уровнем моря в 1991 году. Обнаружил его геолог Дэвид Эллиот из Соединенных Штатов. Он сообщил о находке, после чего была организована экспедиция во главе с палеонтологом Уильямом Хаммером. За три недели ученые извлекли более двух тонн горной породы. В ней содержались сотни костей нового вида динозавров. В 1994 году Хаммер описал свои находки и дал динозавру имя. Его можно перевести как замороженный ящер с гребнем. Повторная экспедиция в 2003 году на той же горе, в 30 метрах от первой находки, обнаружила останки еще одной особи. Самым важным экземпляром стал хорошо сохранившийся череп Криолофазавра. На нем также отчетливо выделялись наросты на морде. Благодаря этому гребню, который располагался поперек морды, а не параллельно ей, динозавр получил свое необычное прозвище Элвис Завр. В честь певца Элвиса Пресли. В мультсериале «Поезд динозавров» даже есть серия, где на музыкальном фестивале Криолофазавры исполняют рок-н-ролл. На самом деле этот динозавр был кровожадным хищником, длиной от 6 до 8 метров. Масса его, по разным оценкам, составляла 600-900 килограммов. Длина черепа Криолофазавра 65 сантиметров. В целом он был классическим хищным тераподом с мощными задними лапами и сильными челюстями. Другим уникальным хищником Антарктиды можно назвать такого необычного динозавра, как имперобатор. Несмотря на громкое имя, которое означает могущественный воин, ученым крайне мало известно о его внешности и повадках. Судить о параметрах этого динозавра можно только по единственной найденной левой стопе. Остальные кости, имеющиеся в руках исследователей, сохранились крайне плохо. Строение ног этого динозавра очень напоминает североамериканских драмиозавров. Правда, у него нет главной особенности всех драмиозаврит – мощного когтя на одном из пальцев. Также присутствует еще одно важное отличие – стопа имперобатора намного крупнее стопы его заокеанских родственников. Учитывая, что эти виды относятся к параптицам, антарктического гиганта можно считать самым крупным динозавром этого типа. Пропорциональное увеличение размеров в сравнении с длиной стопы позволяет предположить, что вся длина ящера составляла около 5 метров. Считается, что все тело этого ящера было покрыто перьями и жил он в конце мелового периода примерно 71 миллион лет назад. Хищные динозавры населяли не только сушу, они прекрасно чувствовали себя в холодных водах вблизи Южного полюса. В 1989 году на одном из островов вблизи антарктического побережья обнаружен скелет очень крупного плезиозавра. Из-за отсутствия черепа определить его родовую принадлежность сразу оказалось достаточно сложно. Только после изучения множества других находок в этом регионе специалисты из Антарктического института в Аргентине смогли понять, к какому роду он относится. Оказалось, что останки принадлежат ящеру из рода Аристонектес или Аристонект, из отряда эластмозавров. Эти плезиозавры вымерли в середине мелового периода и до сих пор ученые не встречали столь крупные экземпляры. Типовой вид рода Аристонектес был описан еще в 1941 году. Его длина не превышала 9,5 метров. Как и все подобные плезиозавры, он имел длинную шею и две пары ласт по бокам бочкообразного туловища. Примечательная особенность Аристонектов – тонкие длинные зубы. Из-за них некоторые ученые предполагают, что этот ящер не питался рыбой и мелкими морскими животными, а фильтровал воду наподобие современных китов. Существуют даже альтернативные реконструкции внешнего вида этих животных. На них вместо длинной шеи изображается кожистый мешок, как у многих китообразных. Но независимо от способа питания, ученые раньше никогда не встречали такого крупного представителя данного семейства, как его антарктический вид. Считается, что это была взрослая особь, и ее длина достигала 12 метров. По некоторым оценкам, вес такого монстра мог составлять около 14 тонн. Объясняется такой размер охлаждением воды вблизи Южного полюса в конце мелового периода. Как известно, холодные воды более насыщены самой разнообразной живностью, и обитавшие там элосмозавры смогли быстрее конкурентов адаптироваться к таким изменениям и занять важную экологическую нишу. В таком случае версия с фильтрующим способом питания может быть более вероятной, чем вариант с охотой на рыбу. Сейчас холодные воды в тех краях насыщены большим количеством планктона, которым питаются современные морские гиганты – киты. А ведь именно обилие пищи стало причиной увеличения их размеров. Может быть, представители найденного вида морских ящеров стали одними из изобретателей такого способа добычи пропитания. Мы благодарим зрителей, которые досмотрели ролик до конца. Подробнее ознакомиться с отдельными видами динозавров, а также узнать о хищниках других континентов можно в других выпусках на канале «Эпоха динозавров». Также в наших видеороликах рассказывается об эволюции жизни в другие периоды существования планеты.